Татьяна Ивановна Многим детям нравится делать наоборот. Рисовать ластиком, а стирать карандашом. Этот вид изобразительного искусства называется графика наоборот или обратная графика. При этом в способе рисования ластик используется точно так же, как карандаш. Разница лишь в том, что штрихи не добавляются, а убираются. Этот удивительный способ нетрадиционного рисования очень выразителен и понятен, а главное доступен, потому что требует ограниченное количество материалов и инструментов, а именно карандаш, лист бумаги и ластик. Лучше рисовать на гладкой бумаге, подойдет принтерная бумага. При работе используется твердый ластик, так как он убирает штрихи чище, нежели мягкий. Как же рисовать ластиком? Для начала ластик следует заточить. Это делается не так, как с карандашами. Ластик следует обрезать канцелярским ножом по диагонали. Тогда им можно будет рисовать не только тонкие линии, но и плоскости. Все зависит от того, как вы его развернете. Итак, каким же рекомендациям следует действовать при работе рисования ластиком? Не забудьте подложить под ладонь лист бумаги, чтобы не растирать штриховку, когда вы рисуете. Разные ластики оставляют разные следы и, конечно, лучше пользоваться белым ластиком. Если вы случайно сотрете лишнее что-то или у вас получилось какое-то пятно, поэтому можно в очередной раз сделать дополнительную штриховку и нарисовать задуманное. Итак, в этом мастер-классе я предлагаю нарисовать вам горный пейзаж в технике рисования ластиком. Первым шагом, который мы сделаем, будет затемнение листа. Для этого можно использовать простой карандаш любой жесткости и во время рисования мы будем использовать только один карандаш. Наносим штрихи, но не давим карандаш. Итак, приступаем. Мне удобно, я начинаю с уголочек. Вот боковой плоскости лучше, чтобы резких штрихов от простого карандаша у вас не было. Обязательно для этой работы нужна будет точилка, потому что карандаш может у вас сточиться быстро, вы можете подточить. Продолжение следует... Во время занятий рисования, ну и другим творчеством, всегда полезно использовать фит-минутки. Вот сегодня я вам предлагаю поучаствовать вместе со мной. Так, приступим. Ладошки поставили перед собой. Мы построили забор. Это наш с тобою двор. Ты ворота открывай и друзей всех приглашай. Потом двери на замок, чтобы волк не уволок. Поставили стол, стол, стул, стул, и еще стул. Стол и стулья можно подсчитывать. С вами большие молодцы. Когда лист будет достаточно затонирован, переходим непосредственно к рисованию. А это значит, на время откладываем карандаш и берем ластик. Слегка надавливая на ластик, вот острым концом, мы рисуем прямую горизонтальную линию, которая разделит лист, ну, примерно пополам. Для тонких линий таких можно даже использовать вот пластик, который находится на кончике карандаша. Вот такую линию я провела пластиком. И теперь легкими движениями прорисовываем очертания гора. Теперь нам снова кое-где понадобится карандаш, так как мы будем уточнять линии, прорисовывать тени. Цвет у нас будет справа падать, поэтому правую часть горы мы должны оставить максимально сверху. Можно даже... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, горы у нас готовы. Мы рисуем карандашом справа часть земли. Здесь у нас будет... Ну, какой-то островок. Этот островок прорисовали. Он у нас затонирован. Так, и теперь прорисовываем небольшой островок с другой стороны. Если немножко вам кажется, что светлый, мы его немножко затонируем. Так, готов второй островок. Так, я прорисую очертания. Так, это у нас будет подразумеваться, что это вода у нас. И теперь карандашом рисуем кустики на правой стороне суши. Вот можно здесь. Кустики они вдалеке, поэтому они будут небольшие. Они вдалеке, поэтому такими штришками короткими мы рисуем. Теперь мы свет наводим. Нарисуем. Он падает также одной линией, но эта линия, конечно, немного не ровная. Поэтому вот цвет наводим. Вот так пластика. Теперь нам только карандашом можно уточнить линию гор, где-то исправить, если не хочется. Если у вас есть, то практически рисунок у нас готов. Вот рисунок у нас готов. В такой технике можно рисовать не только пейзажи, но и натюрморты. Вашему вниманию я бы хотела предложить еще один способ нетрадиционного рисования на наждачной бумаге. Трудно сказать, кому первым пришло в голову рисовать на ней, но важно поддерживать интерес детей к рисованию. Эта бумага имеет бархатистость, шероховатость, необычный результат, поэтому дает сам рисунок. А карандаш, скользя по наждачке, оставляет яркий цвет. Рисовать можно восковыми мелками, пастелью и даже школьными мелками. Так как наждачная бумага темного цвета, поэтому нужно выбирать карандаши светлых и ярких оттенков. Существует несколько правил рисования на наждачной бумаге. При сильном нажиме изобразительный материал, будь то карандаши или мелки, они, конечно, быстро расходуются, поэтому необходимо научиться регулировать силу нажима на мелок или карандаш. Конечно, соблюдайте осторожность. Берегите пальцы, когда растираете мел на поверхности наждачной бумаги. Используйте при этом какой-то кусочей ткани или плоскую кисть. Следующее. Чтобы рисунок стал более объемный, необходимо добавлять тени и блики. Когда рисунок будет полностью раскрашен, можно закрепить его, используя лак для волос. Потому что мелкие, как правило, осыпаются, и поэтому лак необходим, чтобы ваш рисунок закрепился, стал более ярким и не осыпался. И так приступим к практической работе. Так, у нас все готово к мастер-классу. Но для начала давайте разомнем наши пальчики. Итак, два кулачка вместе. Это капуста. Клопачку освобождаем. Это коза. Теперь поочередно меняем ручки. Итак, капуста, коза, капуста, коза, капуста, коза, капуста, коза. И так поочередно меняем пальчики. Все молодцы. Для работы нам понадобится мелкая зернистая наждачная бумага. Ее еще называют нулевкой. Так как скрупно все сыпется. Так, дальше цветные карандаши. Или мелкие, чем вы хотите рисовать. Дальше кисть, чтобы сметать. Если у вас какие-то крошки, там будет точилка. Обязательно. Так как цветные карандаши. Ну, ведь простой карандаш будет стачиваться. Поэтому раз подточить. Простой карандаш, так как им наносить рисунок лучше, потому что хорошо стирается. Конечно, ластик для этого понадобится. Так, что у нас? Лак для фиксации всего рисунка. Салфетки обычно всегда нужны, чтобы если руки запачкали. И еще лист белой бумаги, чтобы закрывать периодический рисунок, чтобы вам рукой не сметать. Скотч у меня. Почему скажете скотч? Потому что у меня вот такая бумага наждачная. Она вот тут у меня сворачивается. Поэтому хотела вам предложить такой лайфхак. Я беру скотч. У меня малярный, можете любой. Делать вот такие вот трубочки. И по краям бумаги, чтобы она не поднималась. Итак, приступим к работе. Рисовать будем сверху листа, чтобы не размазывался рисунок и не пачкался. Так как мелки, мы знаем, осыпаются. Можно рисовать по образцу. Вот я выбрала такие маки. Весна. Вы можете любые цветы. Рисуем что угодно. Любыми материалами, как вы хотите. Карандашами, мелками, что у вас есть. Итак, приступим. Вот наносим карандашом рисунок. Видите, простой карандаш он отлично рисует. Так, здесь у нас идет еще листик. Располагайте, сколько у вас формат бумаги позволяет. Располагайте, чем у нас. Продолжение следует... Главное у нас сегодня получать удовольствие от процесса и не бояться выразить себя. Поэтому рисуйте, что хотите. Что вам нравится, если еще бабочка наверняка. Здесь наверху место свободное. Карандаш он закончен. Теперь мы его будем расспрашивать цветными карандашами. Так, но для начала мы выделяем более темные места в нашем рисунке. Расспрашивать лучше наносить карандаш в несколько слоев. А сейчас, внимание, дети, расскажи вам по секрету. Все названия цветов белый цвет у голоков. А зеленый у листочка, ты его узнаешь точно. Желтый это наше солнце, днем нам нежно улыбнется. Красными бывают розы, и насыка там морозна. Все цвета, и насыка там морозна. Все цвета в природе хороши, достаем свои карандаши. И рисуем, и рисуем, и рисуем жизнь прекрасную цветную. Маму с папой дом и лес, достающий до небес. Солнце, море, бомбочек, это просто сказочно. По-моему, как красиво. Свой раскрасия продолжаю. Все цвета я уважаю. Море цвет, конечно, синий. Полюбуйся, как красиво. Геба голубого цвета, и его прекрасней нету. И оранжевый красивый. Вкусный, словно апельсины Белый, синий, желтый, красный Полюбуйся, как прекрасно Все цвета в природе хороши Достаем свои карамбаши И рисуем, и рисуем, и рисуем Жизнь прекрасную цветную Маму с папой дом и лес Достающий до небес Солнце, море, баба, человек Это просто сказочно Все цвета в природе хороши Достаем свои карамбаши И рисуем, и рисуем, и рисуем Жизнь прекрасную цветную Маму с папой дом и лес Достающий до небес Солнце, море, баба, человек Это просто сказочно Вот такие яркие, красочные работы у нас получаются Спасибо вам всем за активное участие в мастер-классе Я уверена, что у вас все получилось очень красиво В заключение я хочу пожелать всем творческих успехов Вам и вашим воспитанникам Надеюсь, что все удивительное и полезное, что вы сегодня увидели Вы с собой обязательно унесете и поделитесь со своими ребятами До свидания До свидания